Приветствую любителей отличной домашней еды. Сегодня применяю вот это дрожжевое тесто, сделанное в глобусе и купленное, естественно, там же. Это удобно, когда тесто готовое. Достал его из холодильника. Тут килограмм. Ну, это много, примерно, ну, граммов 600, ну, может, 700 я отрезаю, ну, на глаз, да. Накрою и поставлю в тёплое место. Пусть прогреется и поднимется. Ну, обычно я ставлю на плиту и при этом включаю духовку, так, чтобы температура, ну, вот эта стеклянная чаша была, ну, 24-27, может, 28 градусов. Вот остальные ингредиенты перед вами. Применю китайскую капусту, она придаст сочность пирогу. Ну, особенно белая её часть, она очень сочная. Нарубил, ну, и залил соевым соусом. Ну, не так, чтобы плавало, а так, ну, пару столовых ложек, скажем. Жареный лук в пироге сработает всегда. Ну, если это не сладкий пирог, конечно. Обжариваю лук на растительном масле. Ну, как всегда, сначала интенсивный нагрев, потом сбавляю через пару минут. Чем я, какая начинка сегодня? Тоже глобусовская. Вот эти колбасные обрезки – это не для нищих. Это реально хорошее. Это набор для солянки. И тут всё качественное. Реально. Вот я вот отрезал кожу, которую мог бы использовать в яичнице, скажем. А в пироге она мне не нужна. Вот я срезаю такую кожу, её мало. Кусочки с такой кожей очищаю от неё. И снимаю плёнку сарделек. Оболочка. И режу довольно мелко. Ну, так, не микроскопически. Вот эти вот копчёные колбаски потоньше, конечно. Лук жарится, солю, добавляю аджику. Ну, не очень много. Ну, вот лук уже практически обжарился. Я одну упаковку нарезал этих колбасок и использовал примерно половину второй упаковки. Всего где-то 600 граммов я использовал. Ну, в принципе, хватит и 500. 600, может быть, даже было несколько многовато. Смешал обжарившийся лук с китайской капустой. Добавил чёрного перчика. Ну, и беру из-за теста. Ну, оно поднялось, аж взметнулось, можно сказать. Выкладываю на стол. Месить не надо. Вот просто вот так пальцами раздвигаю, прижимаю. И опять же, вот это будет наш пирог. Примерно 30%. Оставляю на верхнюю часть пирога. Ну, по-разному можно сделать. Можно в форме сделать. Можно на противне. Вот я сегодня решил на противне сделать. Большую часть раскатываю по размерам противня. И даже несколько больше. Ну, обычно я так делаю с бездрожжевым замороженным тестом. Раскатал и наворачиваю на скалку. Укладываю на противень, который проложен, естественно, бумагой для выпечки. Выкладываю начинку. Вот эти нарезанные колбаски, там и ветчина есть, там много чего. Кстати, если вы хотите, известно изречение, что фарш невозможно провернуть назад. Но в данном случае, на самом деле, возможно. Можно вот эти все колбаски провернуть через мясорубку, и будет однородный фарш. Ну, ваше решение, как вам больше интересно, так и сделайте. Уложил, разровнял, выложил в жареный лук с китайской капустой. Пока никто не видит, налил белок. Потому что, куда девать один белок, ну, практически всегда его некуда девать. Вот в пирог. Ну, он там ничего не испортит, на самом деле. Раскатываю тесто, которое предназначено для верхней части пирога. Ну, если где-то образовались какие-то дырочки, это вообще не проблема. Вот так сверху заплатку приложил, и все дела. Вырезал отверстие. Накрыл. Ну, тесто пластичное, мягкое. Ну, и также нижнюю часть наворачиваю на верхнюю. Ну, слегка прижимаю, реально слегка. Чем отличается в готовом изделии вот это дрожжевое тесто бездрожжевого? Ну, во-первых, оно пористое, оно мягче. Ну, вот это основное его преимущество. Ну, это значительное преимущество, надо сказать. Вот слоеное бездрожжевое, когда я использую, оно более жесткое. Я приготовил, заготовку сделал и поставил еще раз на расстойку на плиту. Ну, потому что у меня было довольно много времени в запасе. И примерно через час-полтора, ну, да, этот пирог еще такой стал пухленький, смазываю желтком плюс вода и посыпаю кунжутом. 200 градусов, где-то 25 минут и плюс минуты 4-5 жар сверху. Все готово. Ну, это ожидаемо вкусно, потому что там начинка такая. Стоит эта начинка 300 рублей за килограмм в глобусе, а там есть и позиции, которые 700 стоят. Ну, вот можете увидеть, что тесто реально пористое. Ну, в общем, все вкусно, я сказал уже. Приготовьте, рекомендую. Всем приятного аппетита. Пока.